В Атамикене состоялась конференция, которая посвящена старту нового проекта. Это совместный проект Германии, Казахстана и Узбекистана по продвижению принципов профессионального управления многоквартирными жилыми домами. Именно этим меня заинтересовала данная конференция. Я тоже принял приглашение, принимал в ней участие. Там, кроме организаторов и участников, были председатели КСК, не только из Астаны, приглашенные из разных городов Казахстана. Также были директора филиалов КАС-центра ЖКХ, представители Министерства национальной экономики, журналисты и просто жители активные, которым интересна эта тема. Примерно, в общем, количеством человек, наверное, 50. Был заключен трехлетний проект, который финансируется Евросоюзом. С нашей стороны, со стороны Казахстана, как раз выступает партнером Национальная палата предпринимателей. Со стороны Германии организация, которая продвигает профессиональное управление. И со стороны Узбекистана, там тоже общественная организация, которая объединяет, наверное, большинство таких же товарищей, собственников жилья, вот как у нас КСК. Но она как бы более государственная, что ли. Ей руководит очень опытный бывший государственный чиновник, который там работал в сфере теплоснабжения. Видно по разговору, что он действительно реально опытный, с ним было интересно общаться. И вообще конференция прошла, знаете, не в таком формальном этапе, когда все такие умные фразы говорят, остальные там не слушают, засыпают. Здесь действительно были острые вопросы, значит, может быть, нелицеприятные ответы, но тем не менее конференция была живая и очень интересная. Этот вопрос, кстати, также задавался на конференции представителем нацпалаты, там был зампредседателя, достаточно высокий уровень. И он сказал, что Национальная палата, в общем-то, обращает внимание на те вопросы, которые волнуют большинство жителей и предпринимателей Казахстана. И какие-то вопросы уже удалось снять остроту. И вот получилось, что вопрос именно не просто даже ЖКХ, а управления многоквартирными домами, он вышел чуть ли не на первое место по количеству жалоб, по количеству обращений с разных сторон. То есть этой сферой деятельности недовольны ни жители, ни акиматы, ни сами председатели КСК. И вот, наверное, нужно что-то менять в этой сфере деятельности. Поэтому Национальная палата выступила партнером, подписали договор. И в течение трех лет, я думаю, что будет проходить очень интересная работа. Будут проводиться и исследования, и командировки какие-то будут в страны по обмену опытом. Будут вырабатываться предложения по совершенствованию законодательства. Наш Петропавловск, как всегда, примет самое активное участие в обсуждении этих вопросов. Как только нам выставят их, говорят, около 40 вопросов будет только по совершенствованию законодательства. Мы также соберем здесь опытных председателей кооперативов и пообсуждаем, выставим наше общее мнение. Нам приводили статистику управляющих компаний в Казахстане, ну, наверное, не больше 7% от общего количества органов управления объектом кондоминиумов. И то, я думаю, что эта цифра завышенная. В основном они работают не очень хорошо, скажем так. По крайней мере, я не видел таких вот примеров реальных. Они пытаются заменить собой КСК. Очень часто они делают ту же самую ошибку, что и председатели КСК. То есть объединяют управление и обслуживание в лице одной организации. Сами себе заказывают работу, сами для себя выполняют, сами перед собой отчитываются. В результате мы получаем те же проблемы, что и в КСК. Но если там председатель практически не держится со свою работу, то здесь уже бизнес. Там есть юристы, которые могут защитить правоту управляющей и сервисной организации перед жителями. И, в общем-то, осложнить процесс избавления от этой частной управляющей организации. Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оставить жителей наедине с рынком. Каждого поодиночке. У жителей обязательно должна быть организация, которая представляет их интересы. Именно жителей. Во взаимоотношениях со всем внешним капиталистическим рыночным миром. Иначе они поодиночке не справятся. У них еще будет меньше прав и возможностей, чем в этой теперешней ситуации. Просто платить они будут значительно больше за то же самое качество. Поэтому мы, конечно, будем изучать опыт сервисных организаций Германии. Как они строят договорные отношения. Какие у них проблемы возникают там. Попытаемся как-то перенести их на нашу землю. Пообсуждать с нашими опытными председателями, как можно это все изменить. Применить самые лучшие, самые правильные какие-то подходы в нашей жизни. Ну и чтобы сделать какой-то, наверное, плавный переход все-таки к управляющим организациям. Нерезкий. Самая главная особенность – это то, что немцы, ребята, очень законопослушные. Это раз. Во-вторых, они очень ценят недвижимое имущество. Как, наверное, основу своего благополучия. И они хотят жить в благоустроенных, в безопасных домах, комфортно. И не просто хотят, они хотят за это платить. И вот, наверное, отличительная особенность, самое большое отличие от нашего, в том, что в Германии всем занимаются профессионалы. Там отдельно есть управляющие организации, в штате которых только сотрудники по связи с общественностью, со СМИ, экономисты, бухгалтера. То есть там нет именно обслуживающего персонала. Там есть персонал, который может помочь жителям многоквартирного дома принять решение о судьбе своего дома, оформить его документально, заключить договоры со всеми сервисными организациями, которые предоставляют услуги отдельно, допустим, по уборке двора, отдельно по мойке подъездов. Кто-то там предоставляет услуги по обслуживанию лифтов, по профилактике и ремонту инженерных сетей, теплоснабжения, водоснабжения. Это все разные организации, специализированные и очень профессиональные. Есть договорные отношения, что организация должна сделать, каким образом она будет сдавать эту работу и сколько она в результате получит за эту работу. И как раз весь этот процесс от имени жителей, как адвокат жителей, контролирует управляющая организация. Все это выглядит очень красиво, но я там задал им сакраментальный вопрос. Сколько стоит профессиональное управление в Германии? Они там посовещались достаточно долго, минут пять, наверное. Потом сказали, где-то в районе одного евро на квадратный метр. В переводе на наши местные деньги это около 400 тенге на квадратный метр. Это только управление. Поэтому возникает вопрос. Все недовольны качеством управления и обслуживания жилья в Казахстане. Созрели ли мы, собственники квартир в многоквартирном доме, платить, ну не такие, конечно, деньги, потому что там и уровень жизни совершенно другой, но тем не менее такие деньги, за которые в эту сферу деятельности придут профессионалы. Ведь профессионалы, они же не будут работать за копейки, иначе они не профессионалы, а просто некомпетентные граждане. Этот вопрос также очень бурно обсуждался, но тем не менее высказывались мнения о том, что процессы идут в Казахстане. Если раньше мы покупали товары в маленьких грязных бутиках, торговля была чуть ли не в грязи на земле, то сейчас все больше и больше мы покупаем в современных магазинах, в супермаркетах. То есть мы преодолели вот этот вот барьер, что нужно куда-то пойти в темное грязное место, и там будет дешевле. И нам это дешевле настолько надо, что мы туда пойдем. Я думаю, что и в сфере содержания своего единственного и любимого дома мы тоже в конце концов придем к пониманию того, что, ну в конце концов, ну сколько можно мучиться? Ну, наверное, нужно платить реальные деньги, требовать реальную работу, чтобы нам обеспечили комфорт, уют, и мы могли отдохнуть в доме для того, чтобы завтра там со свежей головой идти на работу и зарабатывать те самые деньги, которые нужно платить за содержание нашего дома. Потому что государство субсидирует, допустим, сельское хозяйство, да, считает, что должно развивать сельское хозяйство и поэтому субсидирует. Значит, государство, ну может быть, не субсидирует, а льготно кредитует малый и средний бизнес. Опять же, потому что считает, что должно это делать. Я думаю, что проблема назрела в ЖКХ, и там тоже нужно делать какие-то программы, которые, может быть, на начальном этапе, там, на 3-5 лет, дадут возможность получать деньги за эту работу не только с жителей, но еще частично в виде каких-то дотаций или субсидий государства, для того, чтобы у нас сформировался рынок, для того, чтобы люди привыкли, значит, жилье немножко поднять, его технический уровень на определенную высоту. Ну, в общем, мое мнение, государство должно помочь хотя бы на начальном этапе. В этом проекте, в котором мы будем участвовать в течение 3-х лет, как раз и будут ответы найдены на эти вопросы. Потому что сейчас, какую бы я сейчас цифру ни назвал, всегда будут люди, которые скажут, что это много, и всегда столько же людей скажут, что это мало. Поэтому нельзя, наверное, называть эту цифру в отрыве от качества и объема работы, которые будет предлагаться управляющей фирмой. Я думаю, что нам нужно вводить стандарты управления постепенно. То есть не сразу, как вот в омут с головой, вот сейчас вообще нет никаких стандартов, а завтра вот все организации должны выполнять очень высокую планку стандартов. И мы придем опять к ситуации, что у нас хорошие законы, но они не работают. Нам этого никому не нужно. Поэтому я думаю, что нужно определить определенный объем деятельности, который обеспечивает безопасность, ну и определенный комфорт проживания. И сделать так, чтобы все достигли этого уровня. Все, не только самые лучшие, чтобы у нас опять растянулось. Кто-то вообще ничего не делает, кто-то делает на двойку с минусом, кто-то на тройку с плюсом, да. Ну, а платят вроде бы всем одинаково. Вот нужно вывести наш жилищный фонд на определенный стандарт, как бы минимальный или средний управление. А потом уже с этого уровня как бы перешагнуть на следующую, более высокую, более дорогую для жителей, более профессиональную для наших физических управляющих ступеньку. Чтобы перейти в управляющую компанию, ее надо иметь в Петропавловске для начала, чтобы она, в принципе, зарекомендовала себя лучше, чем тот КСК, из которого ты уходишь. Ну, я не буду говорить, что их совсем нет. У нас есть индивидуальные предприниматели и ТОО, которые предлагают такой, как бы, винегрет услуг, опять же, и управления, и содержания, и частично ремонта. Что? Ну, во-первых, ответить на ваш вопрос просто, да. То есть нужно собрать собрание, попытаться собрать. Оно, как всегда, не соберется. Значит, нужно опросить три четверти жителей. И так, чтобы половина от общего количества сказала, уходим от Иванова, идем к Петрову. Вот он, легитимный процесс состоялся. И можно уйти из КСК, допустим, в управляющую организацию. Главное, чтобы там лучше было. А для того, чтобы там было лучше, нужно потребовать, чтобы был заключен договор. И в этом договоре было четко описано, что эта организация сделает, каким образом она будет сдавать работу, и как вы будете с ней расплачиваться. Потому что может случиться так, что вы плохое поменяете на худшее. И вам придется потом расставаться с той организацией, на которую вы так надеялись, и возвращаться опять в КСК, где председателем КСК будет житель вашего дома, и который будет работать, потому что он делает эту горячую воду, отопление для себя и для своей семьи, а не просто за зарплату, которую получает. Именно на этом сейчас держатся все хорошие КСК города Петропавловска. Потому что председатели, в общем-то, обеспечивают уют для себя, проживающего в этом доме, и обеспечивают уют для всех остальных жителей дома. Вот на этом только и держатся. А отнюдь ни на деньгах, ни на экономике. Поэтому процесс этот будет происходить не быстро. Я думаю, что будут курсы для повышения квалификации управляющих организаций. Я думаю, что мы вместе со средствами массовой информации также будем делать какие-то определенные передачи о том, как должен себя вести собственник квартиры в этих условиях, на что он должен обращать внимание, какие вопросы задавать, какие ответы получать, какие документы требовать. То есть мы должны с двух сторон, обе стороны готовить к рыночным взаимоотношениям. Одну сторону, чтобы она была хозяином, а другую сторону, чтобы она была профессиональным наемным работником. Я думаю, что у нас не больше десяти управляющих компаний разной формы собственности. Они занимают определенную свою нишу на рынке. В основном их клиенты – это те дома, где люди не могут найти председателя. То есть они от безысходности уходят к частнику. В принципе, уже вот наш посыл, наш вместе с вами со средствами массовой информации, что все-таки хозяин должен жить в этом доме, он дошел до большинства жителей, но в некоторых домах этого хозяина найти не могут. И тогда они идут к управляющим организациям. Если там опытный руководитель, если он хочет заниматься этим бизнесом дальше, то он ориентируется и реагирует на проблемы жителей, не вступает с ним в конфликты, ну и в принципе поддерживает примерно такой же уровень комфорта, как хорошо работающие КСК. Вот, допустим, средние работающие наши управляющие организации предоставляют примерно такой же уровень комфорта, как КСК. Существовать они будут параллельно еще долго. Даже в той же самой Германии, ну во всех странах западного мира, где рыночные отношения в сфере содержания жилья уже столетиями сложились, там тоже есть разные формы. Есть формы самоуправления жителей, когда они состоят общественную организацию и берут на себя вот советом дома управление своим домом. Это в каждой стране такое есть. И есть где вот рыночные взаимоотношения, где жители, не создавая организацию, принимают решение о выборе именно профессиональной управляющей организации. Профессиональная управляющая организация предоставляет им варианты сервисного обслуживания, так как раз они профессионалы, они знают, кто работает на этом рынке, знают репутацию этих организаций, знают их ценники. И жители также вот вместе с управляющей организацией делают выбор, с кем, на каких условиях заключать вот эти вот договоры различные. И если, допустим, жители и управляющая организация недовольны друг другом, законом каждой страны предусмотрена определенная процедура, ну, как бы расторжение этого брака. В некоторых странах такой договор нужно перезаключать каждый год. То есть, если жители промолчат, то он будет считаться расторгнутым. Значит, жители должны сделать позитивное волеизъявление. В некоторых странах такого обязательства нет. И уже жители могут на определенное количество лет заключить договор управления. По последним данным, в городе Петропавловске 1056 многоквартирных жилых домов. Вот точных данных, наверное, нет. Но есть такая среднестатистическая цифра, которая применима к любому городу Казахстана, за исключением Алматы и Астаны. Там другая ситуация. Примерно где-то 24%. 24% — это где-то около 250 домов города Петропавловска требуют дорогостоящие капитальные ремонты, которые стоят уже 10 миллионов и в плюс. Я думаю, что у каждой стороны есть свои ожидания. У госорганов ожидание, что снизится количество жалоб жителей и стабилизируется обстановка, будет меньше социальной напряженности в этой сфере. У председателей КСК есть надежда, что жители наконец поймут, что за две копейки можно жить только на две копейки. А если мы хотим жить хорошо, то значит нужно все-таки вникать, что сколько стоит, и не отсиживаться за дверями своих квартир, а принимать участие в принятии решений о судьбе своего дома. У профессиональных компаний появится еще один рынок сбыта. То есть НПП пытается развивать эту сферу деятельности как сферу малого бизнеса, чтобы туда приходили люди, чтобы там были нормальные офисы, униформа, автомобили, дежурные, вежливый персонал. В общем, все, что мы хотим иметь, но, наверное, еще не совсем готовы за это платить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова